Девушки отдыхают Привет, пёс-борода! Кто из вас, лихих пиратов, тоскует по полным опасностям плаванием по солёным морям? Почему он так странно говорит? Это он по-пиратски! Если хотите сыграть в пиратскую игру, скажите... А это опасная игра! Нет, Педро. Дедушка-пёс обещал мне, что игра будет совсем не опасной. А-а-а! Зато она увлекательная! Ну, кто хочет играть? А-а-а-а! Тогда вот наш план! Когда-то у меня была гора золота, она была моей по праву! Но меня ограбил злобный капитан Боров! Что? Пиратскую речь иногда довольно трудно понимать. Капитан Боров забрал моё сокровище! А-а-а! Так знайте, что капитан Боров – это страшный пират! Кое-кто из вас мог слышать о нём, как о дедушке-свине! А-а-а! Дедушка-пират! Игра в том, чтобы найти убежище капитана Борова и вернуть сокровище, и нас не должны поймать! Ура! Все очень рады, что сыграют в пиратскую игру. Алло, дедушка-свин, мы уже едем! Очень хорошо! Очень хорошо! Дедушка-свин и попугай-полли охраняют сокровище. Да будет чёрный галлион быстрым, и пусть ветер дует нам в спину! А что это значит? Бегом к кораблю! Йо-о-о! И-хо-о! Осторожно! Спасательные жилеты! На корабле дедушки-пса все должны быть в спасательных жилетах. Этот подлый пёс-борода уже должен был приехать. Выпей чашечку чая, дедушка-свин. О, спасибо, бабушка-свинья! Наконец-то! Готовый к плаванию! Мистер Пёс-борода, мне очень нужно в туалет! И мне! И мне! И мне! И мне! И мне! Что же они так задерживаются? Алло! Дедушка-пёс! Ты ведь сказал, что вы уже едете! Да-да, мы почти на месте! Понадобилось время, чтобы собрать команду! Отдать якорь! Скорь! Полный вперёд! Ай-яй-яй! Пёс-борода! О, вот пираты мы! Уйдём по поле-бом! Церковь ещё найдём мы! Вперёд! Ура! Вперёд! Вижу землю! Детишки прибыли в сад дедушки-свина. Нам нужно забрать сокровища, так, чтобы нас не поймали! Ура нашим пиратам! Тише, мама! Надеюсь, что поблизости нет коварных пиратов, которые хотят забрать моё прекрасное сокровище! Пеппа и её друзья взяли монеты и их не поймали! Шоколадные монеты! Дети обожают шоколадные монеты! Мам! Ага! Попался! А дедушку-пса поймали! Только попробуй забрать моё сокровище! Оно моё! Я выиграл его в честной борьбе! О, нет, не выиграл! О, нет, выиграл! Спасибо, капитан Боров и пёс Борода за прекрасную пиратскую игру! О, не стоит благодарности! О, да, нам и самим понравилось! С днём рождения тебя, Дэри Лени! Это самый лучший пиратский праздник на свете! А-а-а! Пеппа и её друзья гуляют на площадке! Пеппа, Сюзи и Дэнни кружатся на карусели! Все готовы? Готовы! Поехали! Быстрее! Быстрее! Джордж ещё маленький для карусели! Он качается на качелях! А вот крольчиха Ребекка и её младший брат Кролик Ричард! Всем привет! 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 Можно мне тоже на карусель? Залезай, Ребекка! Давайте очень-очень быстро! Кролик Ричард тоже хочет на карусель! О, но с Ричардом нельзя будет кружиться быстро! Ричард может поиграть с Джорджем? Ричард, хочешь поиграть с Джорджем? Нет! У Джорджа есть динозавр, как у тебя! Пойдём посмотрим! Кролик Ричард и Джордж – ровесники! Ричард хотел посмотреть динозавра! Динозавр! Джордж, дашь Ричарду своего динозавра? Нет! Ричард, дашь Джорджу своего динозавра? Нет! Джордж и Ричард не хотят отдавать свои игрушки! Джордж, вместе играть будет куда веселей! Какой ты добрый, Джордж! Динозавр! Джорджу не нравится делиться! Ричард, а ты дай Джорджу своего динозавра! Ричарду тоже не нравится делиться! Почему все плачут? Джордж и Ричард всегда плачут, когда играют вместе! Они ещё не умеют играть как следует! А вы можете показать им, как надо играть? Конечно! Мы можем вместе делать куличики! Отлично! Все в песочницу! Джордж и Ричард любят песочницы! Джордж, Ричард, сейчас мы будем делать куличики! Сначала наполним ведёрки! Теперь переверните их и похлопайте сверху! Теперь поднимайте! Готово! Ричард сделал куличик! Готово! И Джордж сделал куличик! Готово! Видите? Вместе играть веселее! Готово! 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 Ну вот! Это не очень хорошая игра! Во всём виноват твой брат! Он сломал куличик Джорджа! Готово! Твой брат первый сломал куличик моего брата! Ну-ну! Вы большие! Должны научить Ричарда и Джорджа играть вместе! Правда? Мы большие! А Джордж и Ричард ещё не умеют играть как следует! Хм... У меня идея! Он сломал. Готово! Это Лусяя!! Готово! Ой, Джордж и Ричард играют вместе. Джорджу нравится Ричард. А Ричарду – Джордж. Им очень нравится играть вместе. Капсула времени Пеппа и ее друзья играют в садике. Сегодня мы сделаем капсулу времени. А что она может? Капсула времени покажет людям в будущем, как мы жили. Сюзи – как? Мы сложим разные вещи в коробку и закопаем ее на школьном дворе. А она вырастет? Нет, Сюзи. Она пробудет в земле много-много лет. Ну, что мы в нее положим? Журнал. Хорошо, Пеппа. Музыку. Хорошо, Сюзи. Игрушку. Бронетку. Марки. Морковку. Ты любишь морковку, правда, Ребекка? Да. Эти вещи прекрасно покажут, как мы жили. Мадам Газель, а каким будет будущее? А ты как думаешь, каким? Думаю, в будущем я поселюсь на Луне. А друзья будут навещать меня. А я полечу в ракете. Привет! А теперь запишем послание людям будущего. Поздоровайтесь с будущим. Привет, будущее! Вы, наверное, живете на Луне, да? А по праздникам на Марсе. И летаете на ракетах. Прекрасно! Уже пора домой. За всеми пришли родители. Мама, папа, мы сделали капсулу времени. А, папа-свин, вы как раз поможете нам выкопать яму. Да, конечно. Папа-свинка по этого дворе яму для капсулы времени. Вот! А можно ее выкопать? Она пролежит в земле много-много лет. О, но это же так долго! Пепа, ты совсем как твой папа в детстве. Правда? Да, когда я была его учительницей. Вы учили папу? Да, я учила ваших мам и пап. Правда? Да, да! В детстве ваши мамы и папы тоже сделали капсулу времени. Да, точно. Мы закопали ее под деревцем. А можно выкопать? Да, думаю, ее закопали здесь. О, там же было маленькое деревце. Это было очень давно. С тех пор дерево выросло. Я что-то нашел. Это наша капсула времени. Ура! Мне не терпится открыть. Отойдите, дети. Да, мадам, мадам. Что у нас тут? О, старый журнал. Это мой любимый журнал. Игрушка. Моя любимая игрушка. Музыка. Моя любимая пластинка. И старая морковка. Это моя. Хороший выбор, мама. И видеозапись ваших мам и пап в детстве. О! Кто этот поросенок в очках? Это папа-свин. О, а это я. Привет, будущее! Какой у тебя тоненький голосок. Вы, наверное, живете на Луне. Глупенький папа. Делать капсулы времени весело, а находить их еще веселее. Радуга. Пеппа и ее семья едут на прогулку в горы. Мы уже почти приехали. Нет еще, Пеппа. Давайте играть в игру. Пусть каждый заметит машину своего любимого цвета. Да! Мой любимый цвет зеленый. Мой оранжевый. Мой красный. Джордж, а какой цвет любишь ты? Энни. Любимый цвет Джорджа синий. Посмотрим, какая машина появится первой. Хорошо! Вот киска Кэнди на зеленой машине. Хо-хо, зеленая. Это мой любимый цвет. Я выиграл. Здравствуй, Кэнди. Мяу. Здравствуй, Пеппа. А вот пес Дэнни на оранжевом эвакуаторе дедушки пса. Оранжевый. И я выиграла. Здравствуй, Дэнни. Здравствуй, Пеппа. Хо-хо. Вот еще одна машина. Это Сюзи. Здравствуй. Здравствуй, Пеппа. Идни. Да, Джордж. Она синяя. И ты выиграл. Ха-ха-ха. Ух, какая глупая игра. Красной машины нигде нету. Одна красная машина есть, Пеппа. Где? Хо-хо-хо-хо. А какого цвета наша машина? А, она красная. Я выиграла, я выиграла. Хи-хи-хи. Семья приехала в горы. С вершины мы увидим замечательную картину. Мы приехали. Ура! Посмотрите, какой чудесный солнечный вид. О-о-о. Ну вот, дождь пошел. И где твой чудесный вид? А, вот чудесный вид. Это лоток с мороженым, мисс Кролик. Здравствуйте, мисс Кролик. Здравствуйте, папа-свин. Четыре порции, пожалуйста. Какое вам мороженое? Мятное, апельсиновое, клубничное и черничное, пожалуйста. Хорошо. Хи-хи-хи. Смотрите, что я принес. Мороженое! Хо-хо. Это наши любимые цвета. Верно. Мне зеленое. Оранжевое мне. Клубнично-красное мне. А Джорджу? Инни. Хи-хи-хи. Вкусно. Смотрите, солнце появилось. И смотрите, что еще появилось. Радуга. Пеппо и Джордж любят радуги. Радуга появляется, если одновременно идет дождь и светит солнце. О-о-о. В ней есть все наши любимые цвета. Да. Красный, оранжевый, зеленый и синий. Хи-хи-хи. А знаете, что можно найти на конце радуги? Нет. Там можно найти клад. Ой, а мы поедем искать клад. Сейчас. Ладно. Кажется, конец радуги на соседней горе. Поехали! У-у-у! У-у-у! Дождь и солнышко опять. Вышла радуга играть. Радуга, радуга. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, лиловый и синий. Радуга, радуга. Вместе солнышко и дождь. Приехали. Ой, а куда делась наша радуга? Она перешла на другую гору. Ты шалунья радуга? Скорее, поймаем ее. Радуга, радуга. Вместе солнышко и дождь. Дождь перестал. И радуга пропала. Не плачь, Джордж. Может, радуга оставила нам клад? Здесь что-то есть. Папа, ты нашел клад от радуги. Да, я нашел. Большая грязная лужа. Ура! 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 Это же самый лучший клад на всем белом свете. Автосервис дедушки-пса. Здесь работает дедушка-пес. А вот Пеппа и ее семья в своей машине. Привет, Дэнни. Привет, Пеппа. Чем мы можем вам помочь? Вот бензин, насосы для шин и новая автоматическая мойка. Два фруктовых мороженых. О, конечно. У дедушки-пса продается много всего, даже мороженое. Спасибо. До встречи. До встречи. До встречи. Люблю нашу машину. Она нас тоже любит. Ту-ду. Ай-яй-яй. Машина остановилась. Это плохо. Не заводится. Так-так. Позвоню дедушке-псу. Дедушка-пес слушает. Помогите. У нас сломалась машина. Дэнни, у нас спасательная операция. Скорей на помощь. Скорей на помощь. Вон, это Дэнни и дедушка-пес. Ура. Дедушка-пес знает о машинах все. Плохо дело. Нет, просто кончился бензин. Что же делать? На моей станции полно бензина. Я вас отвезу. Дедушка-пес везет машину на станцию. Дедушка-пес заправляет машину бензином. Спасибо, дедушка-пес. А вот овечка Сьюзи с мамой в своей машине. Привет, Пепа. Привет, Сьюзи. У нас кончился бензин. Дедушка-пес нас спас. Ух ты. Это здорово. До встречи. До встречи. До встречи. О, нет. У нас спустила одна шина. Значит, нас спасет дедушка-пес. Думаю, да. Дедушка-пес слушает. Ясно. Не бойтесь, мама овца. Я уже еду. Скорей на помощь. Можно с вами? Залезай, Пепа. Скорей на помощь. Скорей на помощь. Привет, Сьюзи. Мы будем вас спасать. Ура. Дедушка-пес накачивает шины. Спасибо, дедушка-пес. А вот дедушка-свин и бабушка-свинка в своей машине. Всем привет. Привет, дедушка-свин. Вас заправить или накачать шины? Вот и нет. Хочу опробовать вашу мойку. Конечно. Я и управляет компьютер. Привет. Я автомойка будущего. О-о-о. Сначала пена. Затем вода. И, наконец, полировка. Ура. Простите, я сломалась. Ай-яй-яй. Компьютер сломался. Машина дедушки-свина застряла. А, помогите нам, дедушка-пес. О, я не умею чинить компьютеры. Мой папа умеет чинить компьютеры. Ну, я не настоящий мастер. Просто... Да. Тогда это дело для папы-свина. М-м-м. Может, если отключить его, а потом включить опять? Папа-свин починил автомойку. Ура. Дедушка-пес умеет чинить машины. А мой папа починил мойку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Крошки-букашки. Пепа с Джорджем помогает своему дедушке собирать овощи. Пепа, возьми салат. Спасибо, дедушка. Ой, кто это? А, да это же ужасный монстр. Монстр! Монстр! Хе-хе-хе! Это не монстр! Это просто улитка! Ой, а где она? Спряталась в домик! Она в нём живёт? Да! Он всегда с ней! Смотри, опять вылезла! Привет, улитка! Хе-хе-хе! Дядушка, а у неё в домике есть кровать? Хе-хе! Нет, Пеппа! На месте улитки я бы завела стол, кровать, стул, холодильник! Хе-хе-хе-хе! Дядушка, а что ест улитка? Ой, в основном мои овощи! Эй, хватит! Ах ты, воришка! Хе-хе-хе-хе! Дядушка, мы с Джорджем хотим поиграть в улиток! Хе-хе-хе! Вот и ваши домики! Вот теперь вы совсем как и настоящие улитки! Хе-хе-хе-хе! Я съем весь дедушкин салат! Ой! Ну-ка не трогай мой салат, воришка! Хе-хе-хе-хе! А когда дедушка кричит, я прячусь в домик! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! А вот и друзья, Пеппо! Хе-хе-хе-хе! Привет, дедушка-свин! Привет, Сюзи! Пришли поиграть с Пеппой и Джорджем? Да! Не знаю, где они! Хе-хе-хе-хе! Тут только я и две улитки! Мы две улитки! Мы две улитки! Хе-хе-хе-хе! 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 А можно нам тоже? Боюсь, у меня не хватит корзин на всех! О-о-о-о! Вы можете быть с кем-то еще, кто водится в саду! Морковкой? Ребекка очень любит морковку! Нет, Ребекка, не морковкой! Пойдем-ка! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Кто это тут жужжит? Это из того домика! Дедушка, скажи нам, почему игрушечный домик так жужжит? Он не игрушечный, Пепа! Это пчелкин дом! Это их улей! О-о-о! Эй! А вот и пчела! Что она делает? Собирает нектар из цветка! А потом летит в улей и делает из него мед! М-м-м! Люблю мед! Вот! Будем играть в пчелок! Жж-жи-жи! Да! Мы пчелы! Зж-жу-жу! Ха-ха-ха-ха! Да чего тут много пчел? Да! Мы все пчелки! зак Пора, Вулень, делать! Ой-ой-ой! Что здесь творится? Бабушка, мы все пчёлки! А, а пчёлки хотят тостов? Очень! А какие они любят? С мёдом! Прекрасно! Так я и думала, тосты с мёдом! Ура! Хорошо быть пчёлкой! Ведь они едят один мёд! И улиткой тоже! Ведь они едят дедушкин салат! Нет! Ах ты, воришка! Джордж простудился! Сегодня идёт дождь! Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Пеппа! Джордж! Наденьте дождевики! Во время дождя Пеппа и Джордж всегда носят дождевики! Джордж не хочет носить шапку! Джордж, ты должен надеть шапку! Зачем? Затем, чтобы не промокнуть! Зачем? Чтобы не простудиться! Зачем? Джордж, ты хочешь идти гулять? Джордж, не снимай шапку! Бежим, Джордж! Пеппа и Джордж будут прыгать по лужам! Хи-хи-хи! Ай-хи-хи! Ай-хи-хи! Ай-хи! 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 Джордж не хочет носить шапку! Ай-хи! Где же твоя шапка, Джордж? Ай-хи! Джордж простудился! Ай-хи! О, бедняжка Джордж! Как ты чихаешь! Кх-кхм! Ничего, я вызову доктора Медведя! ЗВОНОК В ДВЕДЕКТОР Доктор Медведь слушает? Ясно! Пускай ляжет! Скоро приеду! Спасибо, доктор Медведь! До свидания! Джорджа заберут в больницу и дадут лекарства? Нет, Джордж просто пойдет в постель! О, значит, Джордж не по-настоящему болен! Ай-хи! Фу, какая гадость! Бедняжка! Ну-ка, пойдем в постель! Джордж, тебе нельзя вставать! Не-а! Джордж не хочет лежать! Эп-чхи! Джордж, ты должен лежать, пока не поправишься! Зачем? Чтобы быть в тепле! Зачем? Э-э-э, так сказал сам доктор Медведь! Привет! Где мой пациент? Открой рот и скажи... Джордж немного боится! Хм, Пеппа, ты... Большая и смелая Покажи Джорджу, как надо говорить Ладно Джордж простудился Ему нужны лекарства? Нет, пусть попьет теплого молока перед сном Это поможет ему заснуть Спасибо, доктор Медведь Не за что, до свидания Джордж пролежал в постели весь день Теперь и Пеппе пора спать Джордж, тебе лучше Джорджу не лучше Джордж, не чихай так громко Это же просто ужас Джордж, вот тебе молочко, чтобы лучше спать От теплого молока Джорджу захотелось спать Добрых снов, поросятки Как тихо и приятно Вот и утро Джордж хорошо выспался Джорджу лучше Идем гулять Отличный денек Джордж надел свою шапку Он боится простудиться О, Джордж, лучше сними шапку Зачем? Зачем, что светит солнце Зачем, Джордж? Хватит повторять Зачем и зачем Зачем? Джордж точно поправился Распродажа Сегодня идет дождь И крыша школы протекает Дети, мы с вами устроим распродажу А на вырученные деньги починим нашу крышу Ура! Каждый из вас принесет что-нибудь для распродажи А что принести? Например, старую игрушку Или еще что-нибудь ненужное А вот родители пришли за детьми Пора домой Не забудьте про завтрашнюю распродажу Пеппа выбирает игрушку для распродажи Пеппа, нашла что-нибудь? Нужно выбрать что-то одно Да, чтобы собрать денег на новую школьную крышу Ладно, я отнесу динозаврика Динозаврик – любимая игрушка Джорджа Пеппа, нельзя забирать динозаврика? Нельзя? Нет Ну вот, прости, Джордж Динозавр Может, отдашь своего Джека попрыгунчику? Ладно, теперь твоя очередь, папа Что? Все должны отдать что-то для распродажи Я отдам эту шапку, а Джордж этот мячик А что отдаст папа? Знаю, телевизор Только не телек Нет, это не нужная вещь Знаю Старые папины тапки Нет, они пахнут Я знаю Старое кресло Это антиквариат А что такое антиквариат? Антиквариат – это старая ценная вещь Но ты же нашел его на свалке, папа-свин Оно не нужное Когда я его починю, оно станет нужным Ты говоришь, это много лет, папа-свин Я знаю Я дам это, носочки, которые связала бабушка Ладно Я пришла за вещами для распродажи Вот они Спасибо А старое кресло вам случайно не пригодится? Ого, какая щедрость До свидания До свидания Мама, а как же папина кресло? Тихо Ничего, он не заметит Сегодня день распродажи Привет Привет, мисс Кральчиха Пепа, как тебе это кресло? Оно потрепанное, но его можно порубить на дрова для камина Это антиквариат Разве? Папа говорит, оно ценное Правда? Ну надо же, надо поднять цену Пока Всем привет Привет, Пепа Ты что отдала, Сюзи? Я докторский костюм Я надувного попугая А я игрушечную мартышку О-о-о Я буду скучать по Джеку Попрыгуну Можно мне купить Джека Попрыгуна? А мне докторский костюм Мне надувного попугая Мама, 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 вот что мы купили Это же ваши игрушки Мы соскучились А вот что я купил Антикварное кресло О, папа-свин А ну не антикварное Ты что? Мне сказала мисс Кральчиха Совсем как у нас дома Да, папа Потому что... Тссс, Пепа Это и есть то кресло Что? Но мисс Кральчиха попросила за него так много Отличная новость Мы набрали денег на новую крышу для школы Ура! Спасибо, папа-свин Хе-хе-хе На здоровье Кораблики Утки плавают в своем пруду Они очень довольны А вот и Пепа, Джордж, мама-свинка и папа-свин Привет, утки Утки хотят хлебушка Простите, утки Сегодня у нас нет хлеба У нас есть что-то поинтереснее Пепа принесла свой игрушечный кораблик И Джордж принес свой игрушечный кораблик Давай заведем кораблик, Джордж Кораблик Джорджа заводной Скорее, Джордж, запускай его А то завод кончится Джорджу нравится заводной кораблик Мама, а заведи мой кораблик А твой кораблик не заводится У Пепы парусник Он плавает из-за ветра Мой кораблик плохой Он не плавает Просто сегодня нет ветра Может, ему нужно помочь? Сейчас я подую посильнее И он поплывет Ура! Хи-хи-хи-хи Как быстро плавает Пепе нравится парусник Это подружка Пепе Овечка Сьюзи Всем привет Привет, Сьюзи Мы запускаем кораблики А у меня катер Он заводной? Нет, на батарейках Катер Сьюзи плавает на батарейках О-о-о Замечательный катер Прости, уточка Это щенок Денни и дедушка Пес Всем привет Привет, Денни Дедушка сделал мне пароход О-о-о Ух ты Просто чудо Как он плавает Из-за пара Нажимаем рычажок О-о-о Какой чудесный пароход Это крольчиха Ребекка с мамой Всем привет Привет, Ребекка Мы пускаем кораблики Папа, у меня кораблик У Ребекки нет кораблика У меня есть идея Не зря я взял с собой газету Мне нужен один лист Какого листа не жалко? Новости? Спорт? О-о Мода Только не про моду Ладно Возьмем про бизнес Когда я был поросенком То складывал газету вот так Что делает папа-свин? И получался кораблик Папа сделал бумажный кораблик Спасибо, мистер-свин Джордж хочет такой же Ладно, обойдусь без спортивного листа А можно мне тоже? И мне? И мне! Конечно! Папа-свин сделал кораблики для всех Устроим гонки? Правильно, мама-свинка Будем дуть на кораблике со всей силы Вдохните-ка поглубже На старт Внимание! Дуй! А вот и победитель И у кого спортивный листок? Это кораблик Джорджа Джордж победил Люблю кораблики Особенно бумажные Вот такие И я Всем пора домой Все прекрасно провели время Пока Пока уточки До встречи Уткам понравились кораблики Но они рады, что теперь могут спокойно поплавать в своем пруду Стирка Сегодня папа-свин стирает Папа, что это за рубашка? Это моя футболка Сегодня папа играет в футбол Оооо Но сначала я должен ехать на работу Увидимся позже Пока Пока Бедный папа Должен ехать на работу Бедный папа Пошли, будем играть Да, давайте играть Пепа любит прыгать в грязных лужах Джордж любит прыгать в грязных лужах Мама-свинья любит прыгать в грязных лужах Ну вот Мама, мы забрызгали грязью папину футболку Ой Ничего Мы ее выстираем Она быстро выстирается Папа не узнает, что она была грязной Поищем, что еще можно положить в машину Ой, и мое платье испачкалось Мама-свинья и Джордж тоже нашли вещи для стирки Молодец, Джордж Мы кладем одежду сюда И потом включаем машину Стиральная машина заполняется горячей мыльной водой Плюх! 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 От стиральной машины вся комната трясется Ой, Пепа, а где твое платье? Я стираю его Что? О, нет Смотри, мама Мое красное платье такое чистое Да, Пепа Ну, посмотри, что она сделала с другими вещами Ну вот От красного платья Пепы Вся белая одежда стала розовой Розовый цвет не годится для футболки О-о-о-о Папа-свин вернулся с работы Всем привет Здравствуй, папа Папа, у нас небольшая проблема И... Потом расскажешь, мама Мне пора собираться на футбол Где моя футболка? Вот Не выдумывай, Пепа Это мамино платье Оно розовое Нет, папа Это твоя футболка Она немного испачкалась И мы постирали ее Но немного неправильно Прости, папа Но я не могу надеть розовую футболку Почему же, папа? Розовый красивый цвет Хм... А ты как думаешь, Джордж? Фу! Джорджу не нравится розовый цвет А вот и друзья папы-свина Мистер Бык, мистер Кролик, мистер Пони и мистер Зебра Му-у-у, папа-свин идет играть Он будет через минуту Моя команда в белом Мне нужна белая майка Ну, папа, у тебя есть белая рубашка Просто сними свой пиджак Видишь? Замечательно Спасибо, Пеппа Всем привет Здравствуй, папа-свин Хорошая рубашка Очень красиво Спасибо Пошли, пора играть в футбол Да! Гол! Ура! Папа, ты испачкал свою белую рубашку Конечно, Пеппа Футболка должна быть грязной Папа-свин любит играть в футбол Все любят играть в футбол Особенно, когда грязно День талантов В детском саду Пеппы заканчиваются занятия Детишки, завтра у нас будет День талантов А что такое талант? Талант – это то, что ты любишь делать и делаешь хорошо Я люблю смотреть телевизор и делаю это хорошо Придумай что-нибудь, что другим будет интересно увидеть Мой талант – это игра на гитаре Родители пришли забрать своих детей Не забудьте придумать что-нибудь для завтрашнего дня талантов Пеппе и Джорджу пора в постель Я пока не могу ложиться спать Я не знаю, какой талант завтра показать Но у тебя так много талантов, Пеппа Да, я умею скакать Я умею петь Мерцай, мерцай, моя звезда Я умею танцевать Мне трудно выбрать один талант Я хорошо умею делать многое Не волнуйся, ты можешь выбрать завтра Хорошо Мои таланты – это скакалка, пение и танцы Я репетировала их всю прошлую ночь А я всю прошлую ночь тренировалась смотреть телевизор Но это же не талант Мадам Газель так и сказала Что же тогда мне делать? Кто хочет первым показать нам свой талант? Пёсик Дэнни? Я бью в барабан Я могу, Витя, громче Нет, этого достаточно, Дэнни Пони Педро, какой у тебя талант? Волшебные фокусы Перед вами стоит стакан воды Она мокрая и прозрачная Сейчас я сделаю так, чтобы вода вдруг исчезла Пожалуйста, закройте глаза Откройте глаза Вода пропала Спасибо Слонёнок Эмили Я буду играть на дудочке А какой у тебя талант, Ребекка? Я умею издавать особый звук Он получается только когда я встаю на цыпочки Это очень здорово Да Ну что же мне показать? Кэнди, какой у тебя талант? Скакалка Я собиралась прыгать через скакалку Но я ещё могу станцевать или даже спеть Мой талант – это пение Мерцай, мерцай, моя звезда Я всё ещё могу станцевать Овечка Сьюзи, какой у тебя талант? Танцы! Нет, ты не можешь танцевать! О боже, танцы были последним талантом Пепе Мне так приятно, что каждый из вас показал нам какой-то новый особенный талант Так, кто у нас остался? Пепа? Я собиралась скакать или петь или танцевать Но эти таланты показали Талант может быть каким угодно, Пепа Только смотри телевизор, не талант Подумай о том, что тебе очень нравится делать Придумала! У меня есть талант, который мне очень хорошо удаётся Интересно, о каком таланте вспомнила Пепа? Мой особенный талант – это то, что я умею лучше всех на свете Я люблю прыгать вверх и вниз по грязным лужам Пепа обожает прыгать вверх и вниз по грязным лужам Все обожают прыгать вверх и вниз по грязным лужам Пепа и Джордж играют с пони Петро Они бегут прыгать по лужам Педро подскользнулся и потерял очки Где мои очки? Без очков Педро плохо видит Джордж нашёл очки Педро Глупенький! Вот они! Спасибо! Педро, а зачем тебе очки? Дужны! Так сказал окулист! Вот! Кто это окулист? Мой папа окулист! Он проверяет, хорошо ли ты видишь! Как? Он что, заглядывает в голову? Хе-хе-хе-хе Дед, он проверяет зрение Хочешь, я проверю твоё? Да! Проверь! Проверь! Ладно Интересненько Закрой один глаз Что ты видишь? Я вижу, Джорджа Закрой оба глаза Теперь ничего не вижу Хм, ничего не видишь? Очень-очень интересно Кажется, тебе дужны очки О, правда? Да! Педро, домой! Хе-хе-хе-хе Пока, Педро! Пока! Мама, мне нужны очки Что? Педро проверил мне зрение Мне нужны очки Но у тебя же прекрасное зрение Нет, мама Закрытыми глазами Я ничего не вижу Но никто не видит Закрытыми глазами Оу Кому это там нужны очки? Педро знает про очки И всё Его папа Окулист Ладно, Пеппа Пускай Окулист Пусть проверит твоё зрение Хе-хе-хе Идём скорее! Джордж Ты тоже хочешь с нами? Нет Хе-хе-хе Пеппа пришла к Окулисту Хе-хе-хе Мистер Пони Окулист Привет, Пеппа Садись-ка Хе-хе-хе Ну, чем я могу помочь? Проверьте моё зрение Пожалуйста Хорошо Надень-ка эти очки И посмотри вот сюда Мистер Пони проверит зрение Пеппы Ну-ка, назовите буквы вслух Ладно Эй Би, Си, Ди, Е, Ф Так А теперь цифры Один Два Три Четыре Пять Шесть Прекрасно Хе-хе-хе-хе Назови эти цвета Красный Зелёный Оранжевый Синий Жёлтый Фиолетовый Чудесно Пока я всё проверяю Хочешь выбрать очки? Да, хочу Может, вот эти, Пеппа? Они смешные Хе-хе-хе Ну да А как тебе эти? Какие большие? Хе-хе-хе-хе Ну, а эти? Ух ты Они мне нравятся, мама Да, Пеппа Тебе очень идёт Мне очень идёт Хе-хе-хе-хе Есть новость У Пеппы отличное зрение Ой И мне не нужны очки Нет Но мне ведь так хотелось О-о-о Хм А как насчёт солнечных очков? Да Солнечные На, примерь Хе-хе-хе Очень идут Хе-хе-хе Надеюсь, когда будет солнце Я буду носить свои очки Хе-хе-хе 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 Пикник Хе-хе-хе-хе Поехали Хе-хе-хе 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 Отличное место для пикника Мне совсем не хочется бегать А вот папе не мешает побегать У него такой живот Самый обычный живот Но я всё же сделаю зарядку Просто для удовольствия Хе-хе-хе Пожалуй, прилягу Ты же собирался побегать, папа-свин Потом Смотрите, пруд с уточками Мама, давай их покормим Да Покормите их хлебом Хе-хе-хе 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 Пеппа и Джордж любят кормить уток хлебом Хе-хе-хе Хе-хе-хе Хе-хе Хе-хе Мама, они хотят ещё Хлеба больше нет Думаю, им хватит Прости, уточка Хлеба больше нет Утки хотят ещё Что-то папа увлёкся зарядкой Хе-хе-хе Что? Что? Вы уже здесь? Вам же сказали, хлеба нет Мама, у нас есть клубничный пирог Если останутся крошки, мы отдадим их уткам Хе-хе-хе Все любят клубничный пирог, который готовит мама-свинка О, оса! Я боюсь ос Кыш Не бойся, мама-свинка Подумаешь, оса Улетай отсюда Стой спокойно Она и улетит Вот видишь, надо просто постоять Эй, улетай Кыш На помощь Кыш, отстань от меня Надеюсь, она не ужалит папу Отвяжись, насекомая Нет, осе ни за что не догнать нашего папу-свина Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ты сказал, что хочешь побегать, но я думала, ты это не всерьез. К счастью, мне удалось спасти свой кусок пирога. Стой, папа! Ты обещал оставить уточкам. Вам очень повезло. Скажите спасибо папе-свину. На здоровье, уточки. Пора домой. Прощайтесь с уточками. Пока, уточки. Скоро увидимся. Субтитры подогнал Игорь Негода. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»